Сегодня мы поговорим о творчестве Николая Константиновича Рериха, художника, писателя, археолога и путешественника. Его работы внесли огромный вклад в историю русского и мирового изобразительного искусства. Его картины притягательны разнообразием тем и сюжетов, глубокой поэтикой и символизмом. Художное наследие Рериха поистину огромно – около 7 тысяч произведений. Изучая древнерусское искусство, Рерих заинтересовался взаимовлиянием культур. В нашей экспозиции представлены работы, парные, помин о четырех королях и «Гнездо приблагое». Картина «Гнездо приблагое» имеет глубокий сакральный смысл. В центре композиции – древо жизни, прочно стоящее на земле. Верхушка уходит в космические пространства. Венчает дерево гнездо золотой птицы. Окружает дерево четыре женские фигуры – символ материнского начала. Главная идея произведения – это идея божественного начала, пронизывающая все живущее. Картина «Помин о четырех королях» написана на сюжет русского духовного стиха о голубинной или глубинной книге. «И разверзлось небо, и упала на землю книга глубинная. В ней была основа жизни, в ней было понимание». Оба произведения изначально находились в коллекции Марии Клавдиной Теньшевой и были написаны Николаем Рерихом во время его пребывания в Смоленске. В тексте книги, если мы внимательно приглядимся, даже рассмотрим слово «Смоленск». В экспозиции нашей художественной галереи имеется третье произведение Николая Рериха. Что это за произведение, вы сможете узнать, придя в залы нашей галереи.